Цегламинская библиотека номер 16 представляет Еще одну книгу Елены Казакевич «Вайолет. Волшебная история сказочной девочки и ее друзей» Иллюстрации Ильи Исаулова «Вайолет. Волшебная история сказочной девочки и ее друзей» Фантазерка Елена Владимировна Казакевич Переносит своих читателей в параллельный мир своих героев История о том, как однажды в доме доктора Веры Ивановны Появилась необычная крошечная девочка по имени Вайолет Громозлей, у которого есть совсем не злые детишки Громчук и Громча заколдовал маму Вайолет И всех зверей в сказочном лесу Чтобы спасти их, в полной опасности и приключений путешествия Отправляются не только Вера Ивановна и ее внучки На и прошлогодняя муха Жужуха Глубоко уважаемый кот Михаил Печальная рыбка Вуалька И даже комнатный цветок мистер Фикус И сейчас мы с вами послушаем отрывок Из этой интересной книги Итак, глава первая Удивительный день Все в этот день было необычным Прошлогодняя муха Жужа Пожужжала немного с утра И снова уснула на подоконнике Хотя обычно до обеда Она бывает бодрой И пьет со мной чай Печальная рыбка Вуалька Наоборот Съела весь свой корм И стала быстро плавать в аквариуме Туда-сюда, туда-сюда Вуалька Вуалихвост Она очень похожа на сказочную золотую рыбку Глубоко уважаемый кот Михаил Тоже попросил добавки корма А ведь он всегда мало ест Даже мой домашний цветок В большом оранжевом горшке Мистер Фикус Вел себя странно Он выпил всю воду Которую я налила Поддон И явно хотел еще Друзья мои Я пошла на работу Ведите себя хорошо Сказала я И закрыла за собой дверь Я работаю доктором в больнице И мои пациенты Всегда ждут меня с нетерпением Я всех их очень люблю И всегда переживаю Если кто-нибудь Долго не выздоравливает Сегодня все чувствовали себя неплохо И быстро шли на поправку Но все равно дел Как всегда было много И к вечеру я устала Возвращаюсь домой Тишина Глубоко уважаемый кот Михаил Не встречает меня у порога И не трется в мои ноги Прошлогодняя муха Жужа Не летает вокруг моей головы Да где они? И печальная рыбка Вуалька Не смотрит на меня из аквариума А повернулась ко мне Своим красивым хвостом Только мистер Фикнус Стоит на месте Так оно и понятно Почему ему из горшка не уйти Я отправилась искать Михаила и Жужу Как же дома тихо Но в этом безмолвии Было что-то такое От чего мне показалось Что в доме есть кто-то незнакомый Запах Какой-то новый Непонятный запах Стоял в квартире Цветы Нет Это не цветы Трава Духи Свежесть речного воздуха Вот как будто Дунул ветерок в коридоре Ой А это что за звук? Как будто бы Кто-то очень маленький Пробежал на цыпочках По коридору Какие легкие и мелкие шажочки И снова не звука А может быть Не померещилось? Глубоко уважаемый кот Михаил Лежал у меня в спальне на кровати Жужуха тоже была там Она сидела на подушке Рядом с Михаилом Вообще-то они не очень дружны Жужуха боится Что во время игры Михаил может ее нечаянно цапнуть И поэтому обычно держится от него подальше Ну хоть бы кто мяукнул Или жужукнул Сказала я Но Михаил и Жужуха Даже не шевелились С вами все в порядке? Ладно, лежите Потом с вами разберусь И я открыла дверь в спальню Походила по квартире Заглянула во все комнаты На балкон И даже в кладовку Никого не нашла И все-таки Здесь кто-то есть Во-первых, запах Во-вторых, шаги И вдруг Апчхи! Раздалось на кухне Теперь не осталось никаких сомнений Я в доме не одна Это было очень тихое Апчхи Но Так мог чихнуть Только человек Мне стало Чуточку страшно Этот кто-то Очень маленький Не надо его бояться Попыталась успокоить себя я Но вы же понимаете Что даже очень маленькое существо Может быть очень опасным Спокойно, Вера Ивановна Спокойно Продолжала я Разговаривать Сама с собой Сейчас все выяснится Надо просто собраться с духом И заглянуть на кухню Я приоткрыла дверь Никого Только немного Шевелится занавеска на окне Но все-таки я не такая смелая Чтобы отодвинуть штору За которой может скрываться Неизвестный мне объект А может быть Этот незнакомец Или незнакомка Тоже меня боится Подумала я И перешагнула порог Сделала себе чай Достала из холодильника Вчерашнюю котлетку И пошла в комнату Оставив все двери открытыми Села я на диван Сделала глоточек чая И стала прислушиваться О, вот и они Маленькие шажочки Снова кто-то бежит Тихонько по коридору Но только уже не босиком На ногах явно Туфельки на каблучках И дыхание такое легкое Еле слышное И частое Так дышит кто? Тот, кто испуган Вы не согласитесь Попить со мной чаю? Негромко И осторожно Спросила я Шаги смолкли Дыхание тоже Стало не слышно Не бойтесь Я не обижу вас Даже если вы Окажетесь Злым карликом Или лесным троллем Но что-то подсказывает мне Что вы доброе существо Ну, конечно Вы же ничего не сломали И ничего не обидели В моем доме Даже муху Нам надо Познакомиться Сказав это Я немного Успокоилась И даже Откусила Кусочек Холодной котлеты Несколько минут Было тихо И вдруг Из-за двери Сначала показалась Капна Разноцветных волос Каждый локон Был одной Из ярких красок Радуги Потом Появилась Личика С курносым носом И такими же Пестрыми Веснушками Миниатюрная ручка Взялась За косяк двери Что это? Каждый пальчик Был разного цвета И наконец Маленькая девочка Шагнула За порог комнаты Здравствуйте Вера Ивановна Вы не очень На меня сердитесь Тоненьким Голоском Спросила она Честно говоря Я очень Разволновалась Увидев Такую Необычную Девочку Ростом Она была Скотенка Сантиметров Пятнадцать Не больше Не дюймовочка Конечно Но все равно Хорошенькая Личико Ее было Милым С большими Голубыми Глазами Разноцветными Как и волосы Ресницами Пухлым Ротиком И вздернутым Носом Забавными Конопушками Но больше Всего Меня удивили Ее пальчики На малышке Была полосатая Всех цветов Радуги Симпатичная Платьица А на тонюсеньких Ножках Золотые Туфельки На каблучках Признаться Ты меня напугала Но я не сержусь Сейчас я налью Тебе чаю Садись рядышком И расскажи о себе Попросила я девочку Чтобы усадить Мне пришлось Взять ее на руки До чего Она оказалась Легкой Но ручки И ножки У нее были Крепенькими А сама Она Ловкой И быстрой Поскакала По дивану Проверив Насколько он Мягкий И устроилась Рядом со мной Тут в дверях Показался Глубоко Уважаемый Кот Михаил Он Вступал Как всегда Важно В развалочку Его Золотистая В полоску Шерсть Была Какой-то Особенно Пушистой Наверное Он Готовился К встрече И Встряхнулся Прилетела Прошлогодняя Муха Жужа Глаза Выпучены Жужжание Громкое И как будто Настороженное Оба Мои Питомца Уселись Напротив И приготовились Слушать Вуалька Тоже Развернулась К нам И замерла И даже Мистер Фикус Казалось Наклонился Немного Вперед Меня зовут Вайолет Я из Лизной Сказки Жила там В дивном Лесу В уютном Домике Вместе С мамой Тайорит Улиткой Уличкой И божьей Коровкой Небуренкой В нашем Лесу Все звери Были волшебными Пушистые Зайцы Рыженькие Белки Лиса Лариса Тоже Рыженькая Медведь Николаевич И еще Много Много Всяких Букашек И Козявочек Были Птицы Филин Фома Фомич Сова Нина Дятел Митя Кукушка Клава Все очень Добрые И веселые Несколько Дней Назад Я проснулась Утром Мамы Нет Улички Нет Небуренки Тоже Нет А за Окном Темно Я бросилась На поиски Вокруг Не было Ни одной Живой Души А еще Я заметила Что из леса Исчезли Ягоды И грибы Долго Бродила Я Среди Ёлок И сосен Устала И проголодалась И тут еще И гроза Началась Бедняжка Сказала я У меня Мурашки По телу От твоего Рассказа И что же Было дальше Ваолет У меня Тогда тоже Были мурашки От холода И голода Продолжала Рассказ Сказочная Девочка Но тут Вдруг На небе Появилась Тетушка Радуга Наша Дальняя Родственница И близкая Мамина Подруга Когда я Родилась Она Подарила Мне Радужные Волосы Реснички И веснушки А однажды Я зацепилась За нее Руками И мои Пальчики Тоже Стали Цветными Смотрите Большие Пальчики Красные Указательные Оранжевые Средние Желтые Безымянные Зеленые А мизинчики Голубые Ваолет Показала Свои пальчики И точно Они соответствовали Цветам Радуги Прошептала Вуалька Василисе О Я знаю Эти растения Мама Тоже Заваривала Мне Такой Чай Я бы Приготовила Тебе Настой Из Корня Валерианы Он Очень Хорошо Влияет На Нервную Систему Настой 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 В общем Пижаму Смотрела Библиотеку Берите Библиотеку Берите Читайте Эту Замечательную Интересную Книжку Благодарю за Внимание До новых Встреч